Ирина Лукина Они стали частью жизни, причем большую роль в ней играл легендарный хранитель Пушкиногория Семен Степанович Гейченко Он приглашал в гости, и для каждого, кто был удостоен этого приглашения, наступало время творческого отодохновения Вот почему-то хочется сказать именно это слово У каждого гостя здесь были свои любимые места, свои холмы, своя голубая сороть Пушкиногория каждому дарила укромные места, расширяла пространство, в котором время шло по-другому И каждый гость Пушкиногория потом долго жил этими впечатлениями, занимаясь собственным творчеством А потом снова стремился на Псковскую землю к Пушкину, просто без пафоса Гейченко в одной из своих книг вспоминал Очень хочется назвать имена всех поэтов, положивших на алтарь Михайловского свое сердце Но я не могу этого сделать, ибо для этого нужна особая книга И сегодня наш рассказ об одном из таких гостей, поклоннике Пушкиногория, известном поэте Михаэле Дудине Свои приезды сюда к Пушкину он объяснил просто, стихами Мы знаем это или не знаем, хотим того или не хотим, но он никем не заменяем и навсегда необходим Михаэл Дудин приезжал в Михайловское, начиная с 1949 года Первый раз, когда я так приехал по основателине, жил там два месяца И за два месяца почти целиком написал вот этот самый свой единственный пока что роман в прозе, где наша не пропадала Никто меня не отвлекал, я был наедине со своими мыслями, со своими раздумьями один Работалось мне очень хорошо там Там целиком была написана в течение двух лет вот последняя моя книга «Время» Там же написана поэма «Песня дальней дороги», «Венок санетов», поэма «Останется любовь», поэма «Зерна» Да много это написано, порядка так двухсот стихотворений, наверное, написано там Михайловского А потом меня всегда поражало то, с какой влюбленностью люди там работают Конечно, то, что сделали работники заповедника, это чудо просто Наверное, только с таким энтузиазмом и можно делать творческое дело Дань уважения и восхищения самому Семену Степановичу Гейченко, легендарному хранителю пушкинских мест на Псковщине, В стихотворении Дудина «Письмо в Михайловске» И снег зимы и песня лета переосмыслены в тиши На них оставлена примета твоей возвышенной души И превращается соседство в родство с поэзией родной Где в самом деле цель и средство есть суть гармонии одной Где удивительное рядом, для всех открыто и равно Где мир твоим обласком взглядом в мои глаза глядит давно Где мы с тобой застынем снова в лугах молчания храня Услышав пушкинское слово под синим колоколом дня Основная эта встреча, наверное, самая памятная Произошла в 49-м году на празднование 150-летнего юбилея Со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Это был такой солнечный день с грозой, с ливнями Съехались тогда в этот день поэты со всей земли И Пабло Неруда был, и, по-моему, Николас Гильен был Был покойный Броневский из Польши Незвал из Чехословакии Дрда И впервые вот там на этом форуме я и познакомился С директором заповедника Семеном Степановичем Гейченко А впоследствии мы уже сошли как-то так быстро друг с другом И стали друзьями Чему я, собственно говоря, очень рад Вместе с Гейченко Дудин был инициатором проведения на Псковской земле Всесоюзных пушкинских праздников поэзии И, конечно же, сам был их участником И мы снова условно перемещаемся во времени В год 1969 В начале июня 1969 года в Псков съехались гости На очередной всесоюзный пушкинский праздник поэзии Собравшихся на торжественное мероприятие облетела новость Которую озвучил известный поэт Михаил Дудин Дорогие друзья Истинные любители поэзии и литературы Я с большой радостью могу сообщить вам Что с июня месяца в Ленинграде будет выходить новый ежемесячный журнал «Аврора» Мне сегодня хочется прочитать стихи Которые я написал для первого номера этого журнала Да, я поэт Завидуй мне Девиз Я принимаю всех обид, упреки Мне плоти душу Вымотала жизнь Восторги века И его пороки Я дал блокаду верности обед И с музой, оставаясь без обеда Я видел кровь Взлет разума И бред Все, чем жила И мучилась победа Да, я поэт Все шло через меня Остуда века И его отрада Сияние рассветного огня И пепел водородного распада Предательства И чести Правый суд Страсть поцелуя И мороз измены От стронцы эпохи Не спасут Искусство Бронированные стены Да, я поэт Я возводил мосты Душа в рубцах И на руках короста Возвышенные истины Просты Да только их Осуществлять Непросто Я трубачом И плакальшицей был Меня несли Бессилии и сила Я женщину Без памяти любил Она меня еще не позабыла Да я поэт, грядущий любя на перекрестках памяти непрочной, как листья клем по осени, себя идущим дальше раздаю построчно. В бреду ночей и в сутолоке дней у мысли есть одна первопричина. Чем выше, тем сложнее и трудней. И все-таки да здравствует вершина. Да я поэт, и мой угрюмый страх живет во мне, как жизнь в подножном прахе. И песня леденеет на губах, как свет звезды на горном Карабахе. Пусть упаду седой горе на грудь, но солнце вспыхнет огненным раструбом. И кто-то вновь продолжит этот путь, цепляясь за уступы ледорубам. Действительно, уже в июле того же 1969 года в Ленинграде вышел первый номер этого журнала «Аврора», ставшего впоследствии очень популярным. Среди прочих материалов в нем было опубликовано и новое тогда стихотворение Михаила Дудина. Но именно в Пскове, за месяц до выхода в свет нового журнала, это стихотворение прозвучало в исполнении самого автора. Шли годы, и Михаил Дудин вновь приезжал в гости к своему другу Семену Гейчинга, туда, где его душе было благодатно, а иначе он никогда бы не написал этих строк. Меня будила Иволга. Она, осколком солнца, выпорхнув из тучи, садилась на зеленой бузине. Она слепила оперением жгучим и в песне душу изливала мне. И сразу цапли умолкали в роще, зарянок утихали голоса. День становился праздничней и проще, и в нем происходили чудеса. Сосна стонать струной переставала, теченья останавливал ручей. На три колена флейта ликовала вскрещение излучаемых лучей. И сразу в мире становилась шире от этой песни, очень непростой. Она лилась всему живому в мире, давая свой серебряный настой. Когда мы произносим Пушкин, мы сами того не подозревая, присоединяемся в гармонии. В тоске земных столпотворений, в извечной сменности систем, Живет недолго добрый гений, себя раздаривая всем. И в этой беспощадной трате остановить его нельзя. Он держит целый мир в охвате, по дебрям памяти скользя. Когда же смерть уводит в небыль его от мировых затей, Возможностей слепое небо обозначается светлей. Земля становится богаче одной вершиной в этот миг, Вершиной гения, тем паче, что он для нас ее воздвиг. Мы знаем это или не знаем, хотим того или не хотим, Но он никем не заменяем и навсегда необходим. «Не будь в судьбе Пушкина Михайловского», – писал Дудин, «у нас, наверное, не было бы того Пушкина, которым мы дышим с детства». И вот уже появляются новые строки в стихотворении, которые поэт назвал «Песня Иволги, которая меня будила в селе Михайловское». В рассветный час дорогой любви Живую воду с облака Пролеет их в большую чашу голубого дня, Пока поют серебряные флейты в моей душе, Ликуя и извиняя. Мне всегда там хорошо, потому что всех людей в Михайловском я знаю, Я там свой человек, и у меня там и свой уголок какой-то есть. Я там сижу и работаю. Надо иногда сосредоточиться, а там как-то мне лучше. Причем я все там знаю, у меня какие-то свои отношения с каждым деревом, Особенно с Михайловском-то. И птицы там знакомые есть, и знаю я, где они гнездятся. Походишь, походишь, как-то так лучше там сосредоточиться и работать. Я ездил каждый год в Михайловск, и зимой, и летом ездил. И ездил туда, и на праздники, а больше ездил работать. И там в Михайловском-то, по-моему, я написал около десятка книг. А потом там часто бывали на практике студенты из Академии художеств, Вот с Василием Михайловичем Звонцовым. И там мы и со Звонцовым-то, наверное, покрепче как-то сошлись. И он даже несколько книг моих, книги четыре, иллюстрировал. И вот ведь что интересно. Народный художник РСФСР Василий Звонцов тоже был частым гостем в Пушкиногории. И это, разумеется, не могло не отразиться на его творчестве. В нашем радиоархиве я нашла его воспоминания. И вот таким образом Михаил Дудин, сам того не подозревая, перекинул условный тематический мостик к нашей следующей встрече. А сегодня я с вами прощаюсь. Сквозь время. Из фондов нашего радио.